Здравствуйте, дорогие друзья! Hello, dear friends! Добро пожаловать на следующий уровень изучения английского языка, уровень для продолжающих. Welcome to the next level of learning English, the intermediate level. Это очень важный этап в процессе обучения, так как именно здесь вы познакомитесь с грамматической структурой английского языка в полном объеме и научитесь ею пользоваться. Следующий после уровня для продолжающих – уровень для совершенствующихся. Это, главным образом, отработка грамматических нюансов основных структур и совершенствование словаря. Уровень для продолжающих – intermediate – это уровень прорыва, уровень, позволяющий говорить свободно и грамотно на бесконечное количество тем. Вы ограничены только набором слов, но не способами их комбинации предложения. Но самое главное – знания, полученные в ходе обучения, позволят вам читать неадаптированную литературу и понимать носителей языка, говорящих грамотно и не очень быстро. Очень важно в процессе обучения применять свои знания на практике. Иначе не будет вырабатываться автоматизм, без которого невозможно беглость в общении. Английскую грамматику недостаточно понять. Ее нужно регулярно использовать в общении, добиваясь свободы, комфорта, удовольствия. Желаю успеха! Итак, мы начинаем. Те, кто прослушал часть первую нашего телекурса, знают, что существует две формы глагола, чтобы говорить о прошлом и настоящем. Утвердительные предложения о настоящем. Я хожу на работу с понедельника по пятницу. Утвердительные предложения о прошлом. Я ходил на работу вчера. Отрицательное предложение о настоящем. I don't go to school. Я не хожу в школу. Отрицательное предложение о прошлом. I didn't go to school yesterday. Я не ходил в школу вчера. Вопросительное предложение о настоящем. Did you go to work or to school? Выходили на работу или в школу? Вопросительное предложение о прошлом. Did you go to work or to school yesterday? Выходили на работу или в школу вчера? Для них и для тех, кто присоединился на этом этапе, то есть, кто считает себя не начинающими, а продолжающими, сообщу, что это только две самые простые, хотя и очень популярные в английском языке формы. Кроме указанных, существует еще, по крайней мере, 40 различных форм глагола для того, чтобы говорить на английском свободно. Страшно? Да, если не иметь системы. Нет, если разобраться в принципах. Этим мы сейчас и займемся. Вперед! Для начала давайте договоримся, что в языкознании различают физическое время, в любом языке говорят о прошлом, настоящем и будущем, и грамматическое время, или, правильнее сказать, формы глагола для обозначения действия, происходящего в прошлом, настоящем и будущем. В английском языке для обозначения этого различия существует два разных слова. Time – время физическое, прошлое, настоящее, будущее. И tense – время грамматическое. Может возникнуть вопрос, зачем два слова для, казалось бы, схожих понятий? А дело в том, что грамматическое время, tense, сложнее физического времени, time. Оно включает его, а также понятие aspect, вид, взгляд на то, как развивается действие в физическом времени. То есть можно предложить следующую формулу. Tense равно time плюс aspect. Таким образом, правильнее говорить не о временах, а о видовременных формах английских глаголов. С этим в основном и связано их многообразие, в котором я предлагаю разобраться. Прежде всего, запомните, что для каждого физического времени существует три основных вида действия или состояния, выраженного соответствующей формой английского глагола. Существует еще дополнительный четвертый вид. Он является комбинацией двух основных видов, perfect и continuous. Используется не так часто, как три основных, поэтому мы рассмотрим его в части 3, предназначенной для людей, совершенствующих свой английский. Основные видовременные формы английских глаголов Past simple, past continuous, past perfect Present simple, present continuous, present perfect Future simple, future continuous, future perfect Итак, проявляется система, которую мы будем подробно разбирать на протяжении этого курса. Но начнем, естественно, с простого. В первой части урока мы рассмотрели примеры использования форм, относящихся к виду simple, и называемых соответственно The present simple tense – настоящее простое время The past simple tense – прошедшее простое время В некоторых книгах по грамматике вместо слова simple используется слово indefinite – неопределенное время Это одна и та же форма по построению, значению и употреблению Мне кажется, название simple – простая Более удачно с точки зрения понимания различия в способе построения этой формы и других форм Поэтому я в этом курсе буду пользоваться этим названием Итак, почему simple – простое? Потому что это самая простая по построению видовременная форма В утвердительных предложениях present simple используется сам основной глагол в словарной форме – инфинитив для всех лиц, кроме третьего лица единственного числа He – он, she – она, it – он, она для недушевленных предметов В последнем случае к инфинитиву основного глагола добавляется окончание – s, e, s или i, e, s в зависимости от звука предшествующего окончанию В утвердительных предложениях past simple добавляется окончание – e, d или i, e, d для всех лиц правильных глаголов А для всех лиц неправильных глаголов используется вторая форма или форма past simple, которую нужно смотреть в словаре или в соответствующих таблицах и запоминать Для отрицательных и вопросительных предложений используются вспомогательные глаголы do или does в present simple и did – past simple с инфинитивом основного глагола Рассмотрим примеры The present simple tense Утверждение I speak English Я говорю по-английски We speak English Мы говорим по-английски You speak English Вы говорите по-английски They speak English Они говорят по-английски He speaks English Он говорит по-английски She speaks English Она говорит по-английски Отрицание I don't speak English Я не говорю по-английски We don't speak English Мы не говорим по-английски You don't speak English Вы не говорите по-английски They don't speak English Они не говорят по-английски He doesn't speak English Он не говорит по-английски She doesn't speak English Общие вопросы. 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 We'll speak English, you'll speak English, he'll speak English, she'll speak English, they'll speak English. Сокращённые формы для всех лиц. Отрицание. I will not speak English. Я не буду говорить по-английски. Полная форма. We will not speak English. You will not speak English. He will not speak English. She will not speak English. They will not speak English. Полные формы для других лиц. I won't speak English. Я не буду говорить по-английски. Сокращённая форма для первого лица. Единственного числа. We won't speak English. You won't speak English. He won't speak English. She won't speak English. They won't speak English. Сокращённые формы для всех других лиц. Общие вопросы. Will I speak English? Я буду говорить по-английски? Will we speak English? Will you speak English? Will he speak English? Will she speak English? Will they speak English? Общие вопросы для всех других лиц. Специальные вопросы. What languages will I speak? На каких языках я буду говорить? What languages will we speak? What languages will you speak? What languages will he speak? What languages will she speak? What languages will they speak? Специальный вопрос со всеми другими лицами. С местоимением I, я, и we, мы, иногда используется форма shall. Но это особые случаи, о которых я расскажу в главе, посвящённой подробному разбору форм употребляющихся, когда речь идёт о будущем. В заключении приведу таблицы образования всех simple форм глагола be, быть. Те, кто прослушал первую часть, знают, что этот глагол сильный и, в отличие от слабых глаголов почти все остальные, не нуждаются во вспомогательных глаголах для образования отрицания и вопросов. Благол be, the present simple tense. Утвердительные формы. I am a teacher. Я учитель. I am a teacher. Сокращённая форма. You are a teacher. Ты учитель, вы учитель. Полная форма. You are a teacher. Сокращённая. We are teachers. Мы – учителя. We are teachers. Сокращённая форма. You are teachers. Вы – учителя. Полная форма. You are teachers. Сокращённая форма. They are teachers. Они – учителя. Полная форма. They are teachers. Продолжение отрицания. Он учитель. Полная форма. He is a teacher. Сокращенная форма. She is a teacher. Она учитель. Полная форма. She is a teacher. Отрицательные формы. I am not a teacher. Я не учитель. I am not a teacher. Сокращенная форма. You are not a teacher. Ты не учитель. You are not a teacher. Сокращенная форма. We are not teachers. Мы не учителя. We aren't teachers. Сокращенная форма. You are not teachers. Вы не учителя. You aren't teachers. Сокращенная форма. They are not teachers. Они не учителя. They aren't teachers. Сокращенная форма. He is not a teacher. Он не учителя. Полная форма. He isn't a teacher. Сокращённая форма. She is not a teacher. Она не учитель. She isn't a teacher. Сокращённая форма. Общие вопросы. Am I a teacher? Я учитель. Are you a teacher? Ты учитель? Are we teachers? Мы учителя. Are you teachers? Вы учителя? Are they teachers? Они учителя? Is he a teacher? Он учитель. Is she a teacher? Она учитель. Специальные вопросы. What am I? Что я есть по профессии? Какая у меня профессия? What are you? Что вы есть по профессии? Какая у вас, какая у тебя профессия? Что мы по профессии? Какая у нас профессия? What are you? Кто вы по профессии? Множественное число. What are they? Кто они по профессии? What is he? Какая у него профессия? What's he? Сокращённая форма. What is she? Какая у неё профессия? What's she? Сокращённая форма. То, что я говорил, это один из способов спросить о профессии. Другой, более естественный способ, это использовать слабый глагол do. Делать. Выполнять. Present simple. Специальные вопросы с глаголом do. What do I do? Что я делаю вообще для жизни? Чем занимаюсь? Какова моя профессия? What do you do? Что ты делаешь? Что вы делаете? What do we do? Что мы делаем? What do you do? Что вы делаете? Множественное число. What do they do? Что они делают? What does he do? Что он делает? What does she do? Итак, мы рассмотрели, как образуются формы вида simple. Настал момент узнать, когда этот вид глаголов используется в современном английском языке. Глагол be, the past, simple. I was a teacher. Я был учителем. You were a teacher. Ты был учителем. We were teachers. Мы были учителями. He was a teacher. Отрицательные формы. I was not a teacher. Я не был учителем. You were not a teacher. Ты не был учителем. We were not teachers. Мы не были учителями. He was not a teacher. Общие вопросы. Was I a teacher? Я был учителем. Were you a teacher? Ты был учителем. Were you teachers? Были ли мы учителями? Were they teachers? Были ли они учителями? Was he a teacher? Был ли он учителем? Was she a teacher? И специальный вопрос. What was I? Кем я был по профессии? Какая у меня была профессия? What were you? Кем вы были по профессии? What were we? Кем мы были по профессии? What were you? Кем вы были по профессии? Множественное число. What were they? Кем они были по профессии? What was he? Кем был он по профессии? What was she? Кем была она? Теперь поговорим о том, когда используются формы. Present simple. Прежде всего, the present simple tense используется, когда речь идет об общих сведениях о фактах. Например, I am a teacher. Я учитель. I am not a student. Я не студент. I speak English. Я говорю по-английски. I live in Moscow. Я живу в Москве. I don't smoke. Я не курю. Do you like apples? Вы любите яблоки? Where do you live? Кроме того, present simple используется для повторяющихся действий. I work from Monday to Friday. Я работаю с понедельника по пятницам. I don't work at weekends. Я не работаю в выходные. I learn Italian five days a week. Я изучаю итальянский пять дней в неделю. I always have breakfast. Я всегда завтракаю. I never watch horror films. Я никогда не смотрю фильмы ужасов. Do you go to the cinema? Вы ходите в кино? How often do you watch films on TV? Как часто вы смотрите фильмы по телевизору? С present simple очень часто используются следующие слова. Every day – каждый день. Every week – каждую неделю. Every year – каждый год. Every winter – каждую зиму. Every summer – каждое лето. Every autumn – каждую осень. Every spring – каждую весну. Always – всегда. Usually – обычно. Often – часто. Sometimes – иногда. Seldom – rarely – редко. Hardly ever – почти никогда. Never – никогда. The past simple tense описывает факты из прошлого. I was a student in 1982. Я был студентом в 1982 году. I lived in Chelyabinsk 45 years ago. Я жил в Челябинске 45 лет тому назад. I didn't speak English when I was six years old. Я не разговаривал по-английски, когда мне было шесть лет. I had breakfast at eight o'clock yesterday. Я завтракал, имел завтрак в восемь часов вечера. Это предложение описывает уже единичное событие в прошлом. Но past simple, как и present simple, описывает повторяющие события, но в данном случае в прошлом. I watched TV every evening when I didn't have my computer and the internet connections. Я смотрел телевизор каждый вечер, когда у меня не было компьютера и интернет-соединений. В past simple часто используются слова yesterday – вчера, last week – на прошлой неделе, last year – в прошлом году, last summer – в прошлом летом, five days ago – пять дней тому назад, in 1954 – в 1954 году, in my childhood – в детстве. Теперь несколько тестовых вопросов для того, чтобы закрепить и проверить знания форм present simple и past simple. Я буду вам задавать вопросы и давать ответы о себе. А вы можете проверять и давать ответы о себе. Итак, первый вопрос. What is your name? My name is Павел Сухарев. What do you do for a living? Что вы делаете для жизни вообще? I am a teacher. I teach English. Я учитель, я обучаю английскому. Where do you work? Где вы работаете? I work everywhere because I am a freelancer. Я работаю везде, потому что я фрилансер. Свободный художник, сам нахожу себе работу. Where did you learn English? Где вы учили английский? I learned English at school, at university, at different language courses, and on my own. Я учил английский в школе, университете, на различных языковых курсах и самостоятельно. Do you have any qualifications? У вас есть дипломы и сертификаты, подтверждающие вашу квалификацию? I have a degree in teaching English from Moscow State Pedagogical University, as well as CELTA and CPE Cambridge. У меня диплом о праве преподавать английский Московского государственного педагогического университета, а также сертификаты CELTA и CPE Кембриджского университета. Do you speak any other languages? Вы говорите на других языках? Да, я говорю на итальянском, французском и немецком. How do you practice foreign languages? Как вы упражняетесь на иностранных языках? I go abroad, email and chat to my foreign friends on the internet. I also read books in other languages. I listen to the BBC News program every day. Я езжу за границу, пишу электронные письма и разговариваю со своими иностранными друзьями по интернету. Я также читаю книги на других языках. Я слушаю новости BBC каждый день. Where did you go on your holiday last time? Куда вы ездили в отпуск в прошлый раз? I went to London. Я ездил в Лондон. Do you have a big family? У вас большая семья? Yes, I do. Да. I'm married. Я женат. I have two adult daughters. У меня две взрослые дочери. They are married two and have two children each. Они замужем тоже и у каждой по два ребенка. Therefore, my wife and I have four grandchildren. Поэтому у нас с женой четыре внука. Do they speak English? Говорят ли они по-английски? Yes, they do. Да. But their level is different from elementary to advanced. Но их уровень разный от начального до продвинутого. Это основные вопросы и ответы, которые вы можете использовать для беседы с людьми, с которыми хотите познакомиться. В заключении я бы хотел рассказать короткую историю на английском языке, где все формы глагола – present simple и past simple. Я буду читать сначала текст, давать вам одну или чуть меньше минуты на перевод, потом перевод буду читать сам. Итак, начинаем. Jane and Jim were ten years old. They were twins. They went to the same school and learned at the same class. Переведите, пожалуйста. Дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Джейн и Джиму было 10 лет. Они были близнецами. Они ходили в одну и ту же школу и учились в одном и том же классе. Следующий абзац. Переведите, пожалуйста. Продолжение следует... Проверьте. Однажды их учитель английского сказал ученикам... Дети, напишите сочинение о своих кошках и сдайте его мне в следующий понедельник. Следующий абзац. Следующий абзац. Проверьте. Проверьте. Дети написали сочинение и сдали их учителю, который проверил все и вернул ученикам их работы на следующий день. Следующий абзац. Следующий абзац. Проверьте. Дети. 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 сочинение точно такое же, как и у твоего брата. Почему? Попробуйте догадаться, какой ответ был у Джейн. И скажите об этом по-английски. Проверьте. Попробуйте перевести на русский. Попробуйте. Джейн ответила, потому что у нас одна и та же кошка. Как видите, не так сложно, если следовать системе, о которой мы говорили в этом уроке. Итак, в главе первой мы рассмотрели способы построения и употребления первого из трех основных типов вида временных форм глагола. Simple. Два других типа. Continuous, продолженное, незаконченное. И perfect, законченное, совершенное. Я буду рассматривать в следующих уроках. Добро пожаловать. Но при этом не забывайте упражняться. Читать адаптированные книги, писать носителям языка. Теперь небольшой тест на усвоение рассмотренного материала. Все наши тесты это либо перевод с русского на английский, либо ответы по-английски на английские же вопросы с последующей проверкой. В предлагаемом ниже тесте я задам вам 10 простых вопросов о настоящем и прошлом. Все вопросы present simple и past simple. Отвечайте в этих же формах. В качестве проверки я буду давать ответы о себе. Конечно, слова в моих ответах и ваших будут разные, но грамматика должна совпадать. Если совпадение в грамматике будет более чем в шести ответах, то ваш уровень удовлетворительный и можете продолжать наш курс. Иначе полезно повторить курс для начинающих. Итак, первый вопрос. How old were Jane and Sue? They were ten years old. Следующий вопрос. Were they twins or cousins? They were twins. Did they learn at the same class? Yes, they did. What did their English teacher ask them to do one day? The teacher asked them to write a composition about their cat. Why did they write the same composition? Because one of them wrote the composition and the other copied it. Ну вот, мы и познакомились. Теперь вы знаете, кто вас учит английскому и можно ли доверять этому преподавателю. Вы также проверили свои знания, полученные на этом уроке. Надеюсь, что он был полезен для вас. Также надеюсь, что вы не сделали много ошибок в грамматике. Поэтому будем продолжать с вами наш курс. На этом я хотел бы закончить этот урок, поблагодарить вас за внимание и пригласить на следующий урок. Thank you very much. Thank you for your attention. Welcome to our next level. Goodbye. Goodbye.